Всем доброе утро! Привет, друзья! Серёжа, по-моему, ты не вовремя начал чаёвничать. Но программа ведь уже началась. Ну давай, убирай всё. Ммм, Каркуша, ну а куда же я теперь лимон дену? А может, смастерим лимонницу? Ну, специальный контейнер для хранения лимона. А почему бы и нет? Хорошая идея. И я даже знаю, из чего сделаем крышку. Из пластиковой бутылки. А вот подставку из чего смастерить. И из чего-то, что можно мыть. Верно. Давай подумать. О, я знаю. Что? Подойдёт пористая резина. Пойду поищу её на нашей полке-выручайке. Ага. Так. Вот и резина. А вот и бутылка. А что ещё нужно для поделки? Ну, также нам понадобится канцелярский нож, ножницы, чёрный маркер и вдохновение. Отлично. Тогда приступаем. То есть чай мы пить не будем, Каркуша? Нет, не будем. Мы же делаем поделку. Ну, хорошо. Чай убираю. Лимон немножко подвину. Первым делом, ребята, нужно отрезать дно у бутылки. Примерно вот здесь. Так, хорошо. Важное замечание. Размер будущей крышки должен быть чуть больше самого лимона. А то она не закроет фрукт. Угу, понятно. Ребята, пользоваться ножом или, ну, любыми другими острыми предметами можно только в присутствии взрослых. Будьте очень осторожны. Спасибо за напоминание, Каркуша. Итак, крышка готова. Теперь осталось вырезать подставку. Вырежем круг? Хм, знаешь, Каркуша, но может быть и круглым, но я предлагаю немного пофантазировать и сделать подставку в форме зверушки. Ты не против? Я? Нет. Любопытно, что получится. Каркуша, после одной из программ у меня сохранились шаблоны. Давай их посмотрим. Вот что у нас есть, ребята. Зайка, Мишутка и... А кто же это? Черепашка. Точно. А давай смастерим черепашку, потому что наша крышка очень похожа на панцирь. Хм, действительно, Каркуша, тогда нарисуем черепашку. Для этого возьмем пористую резину и приложим наш шаблон. Простым карандашом я обвожу наш шаблон. Готово. Раз резина, два бумажка, три бутылка от воды. Получилась черепашка и контейнер для еды. Всё верно, Каркуша. Ведь в нашу лимонницу можно положить не только лимон, но и половинку яблока или киви, например. И они не заветрятся. Да. Я продолжаю вырезать дно нашей лимонницы. Да. Ой, а интересно, едят ли черепахи лимоны? И вообще, чем они любят питаться? Хм, давай это прямо сейчас и узнаем. Давай. Зелень. Основная пища сухопутных черепах. Газонная трава, листья салата, одуванчиков и подорожников вполне подойдут проголодавшейся черепашке. Любит она и овощи, тыкву, морковь, кабачки и свёклу. Не отказывается даже от ягод и фруктов. Яблоко, груша, немного арбуза и сливы черепахи не повредят. А вот кормить её мясом, насекомыми, хлебом и различными крупами не стоит. Вредны для черепах и кожура от цитрусовых, вишня и косточки от любых ягод. Черепашка почти готова. Осталось нарисовать ей маркером глазки с бровями, ротик и коготки. Всё верно. Начинаю рисовать. Ребята, я сделаю всё так, как на шаблоне. Хвостик уже готов. Да. Ещё две лапки. Теперь переверну черепашку и нарисую мордочку. Сначала глазки, да? Правильно, Каркуша. Я нарисовал уже бровки, носик, а вот и ротик. Черепашка готова. А давай положим в неё твой лимон. Давай. Так. Оп. В самый центр и накрываем крышкой. Забавная получилась лимонница. Вот теперь можно пить чай. О, он ещё вполне тёплый. Только сначала давай попрощаемся с ребятами. Точно. До новых встреч в мастерской. Смотрите нас на телеканале Карусель. Мастерите и удивляйте ваших близких новыми интересными подделками. Пока-пока. Кар-кар-кар. А ты будешь чай с лимоном? Я буду. Хорошо, сейчас заварю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok